Не только юг, российский Дальний Восток бурно обустраивается. Это тоже примета политики разворота Казии. На острове Итуруп, который входит в Курильскую гряду, побывал наш специальный корреспондент Григорий Вдовин. Вот его репортаж. Теплоход ледового класса Игорь Фархуддинов, подобно маршрутке, объезжает Курилы со всеми остановками, чтобы затем снова вернуться на Сахалин. Первая остановка через сутки пути, остров Итуруп. Да все везут. И продукты везут, и вещи везут, и какие-то стройматериалы везут. Все, что для жизни нужно, то везут. Курильск – небольшой городок на Итурупе, центр Курильского района. Японцы называли его Сиана, и от их присутствия здесь остались только могилы предков. Но считается, что эта стелла еще более древняя. Напоминание о том, что российское подданство местные Айны приняли все-таки раньше. За Россию, за острова, чтобы не отдать японцам. Хотя я сам все распалил. Таксист Толя. Все изменения, происходящие здесь, ощущают, что называется, на собственной шкуре. На Курилах появилось то, чего тут не было никогда – асфальт. О, на каблуках. Да. Все, раньше ты не походишь на каблуках. Несмотря на то, что машины тут от угона даже не страхуют, есть сотрудники госавтоинспекции. Целых двое. Я вам так скажу, здесь невыгодно совершать преступление. Это своеобразная специфика острова, потому что здесь все люди на виду. Каждый друг друга знает. Начальник УВД на острове новый, с материка. Впечатление начал получать еще даже не добравшись. Мы попали еще в шторм, вокруг уйды, снега. Выходишь и не понимаешь, то ли ты идешь на пароходе, то ли он стоит, вообще не видно. Главная проблема Курил сегодня – это транспорт. Пароходы не могут пробиться через лед, самолеты не летают из-за тумана. Все это предопределило начало самой грандиозной островной стройки – нового аэропорта. Вышка должна жить уже осенью, когда начнется монтаж навигационного оборудования. Полоса почти готова. Вбили в бутылку шампанское, а первые плиты, начинали с той стороны, плиту укладывают. Поэтому она находится с противоположной стороны от нас. Особая гордость строителей – это то, что и аэропорт, и дороги, и порты, и дома – все по федеральной программе строится местными компаниями. Точнее, компания тут одна. В 90-е маленький кооператив сейчас это огромный строительный рыболовецкий холдинг. Рыбу не только ловят, но и разводят, чтобы потом выпустить в море, чтобы потом поймать. Я обучать не собираюсь. По крайней мере, в планах не было. Я говорю, где я родился, там и пригодился. Я здесь родился, так что, наверное, надеюсь, что здесь и пригодился. У рыбаков отношения хоть и партнерские, но, конечно же, непростые. Оба капитана – друзья, одноклассники и передовики. Приветственная рыба прилетает к нам на борт. Это значит, зачем толкаться, море же большое. По результатам дня у обоих капитанов полные трюмы рыбы. Но на вопрос, как сходили, ответ уклончивый, как всегда. Не очень. Вулкан Баранского. Побывать на Этурупе и не побывать здесь просто нельзя. Труднодоступный и прекрасный. Он дарит долине перед собой пар для электростанций и тёплую реку, в которой круглый год купаются те, кто умудрился сюда добраться. Ай, хорошо. Можно сюда прямо с камерой. Возможности для путешествий туристов по острову безграничны. И то, что здесь появился асфальт и появится аэропорт, говорит о том, что это направление будет развиваться и дальше. Ведь лисы здесь выходят попрошайничать на дороге, а к медведю хоть и надо сплавать на лодке, но с ним познакомиться можно тоже. Медведь! Этой территории государство отдаёт то, что оно не вкладывало в неё многие десятилетия. Действительно, у нас здесь не было построено ни серьёзной транспортной инфраструктуры, ни нормальных объектов социального плана. В социальном плане на Этурупе сейчас настоящий взрыв. Строятся детские сады, больницы, школы, квартиры очередникам. Новосёлы наперебой запускают в новое жильё курильских бактейлов. Это местные коты, которые рождаются с очень своеобразным хвостом. Заходи! Давай! Осваивайся! А где он будет какать? По федеральной целевой программе 2007-2015 года здесь потрачен 21 миллиард рублей. Согласно проекту новой программы, уже до 2025 года различных строек предусмотрено на 67 миллиардов, то есть в три раза больше. Поэтому смело можно предположить, что в ближайшие десятилетия приятное удивление у жителей островов будет только расти. Григорий Вдовин, Иван Малышев, Вести, Курильские острова.